Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Что требовать за некачественный товар и как оформить брачный договор? Россияне написали первый юридический диктант. Петр Первый в 3D и Гангутское сражение на сенсорном поле. Школьники из Чувашии побывали на выставке «Россия. Моя история». Смена делового костюма на спортивный. В Цивильске прошла спартакиада госслужащих. Система подготовки кадров по 50 востребованным профессиям будет совершенствоваться и дальше. Какая работа уже проделана и приносит ли эффект сеть межрегиональных центров компетенций, об этом сегодня говорили члены Координационного совета в Москве. К диалогу пригласили и властей регионов. На связь вышел и глава Чувашии. Межрегиональные центры компетенции, а таких по стране сейчас 7, продолжают опробировать новые методики. Уже в следующем году МЦК должны стать базой для колледжей и техникумов. Планы перед властями на местах обозначила министр образования страны. Мы считаем, что МЦК должны стать лидерами продвижения инновационных методик в массовообразовательную практику. Именно на их базе нам предстоит вместе с вами создать кластеры объединений по трансляции передового опыта. И в этих целях в 2018 году Министерство образования и науки Российской Федерации окажет поддержку 34-м субъектам Российской Федерации, в которых будут создаваться региональные площадки сетевого взаимодействия по продвижению новых образовательных технологий и методик обучения. В Центре компетенции столицы республики обучают специалистов в области электроники, радиотехники и автоматизации. Глава региона отмечает, что благодаря проекту свою квалификацию повысили порядка 3000 человек. Система подготовки кадров уникальна. На базе регионального центра компетенции создано 13 лабораторий, 6 учебных мастерских на 341 рабочее место, тренировочный полигон по 4 компетенциям. Это такие, как промышленная автоматика, электроника, лабораторный химический анализ, техническое обслуживание медицинской техники. На создание условий для подготовки специалистов, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства с внебюджетным источником почти 600 миллионов рублей. В том числе это почти 500 миллионов рублей или 82% это средства федерального и регионального бюджета. По-другому говоря, хочу это особенности подчеркнуть, это огромные инвестиции в человеческий капитал. На базе центра тренируется и национальная команда «Союза молодых профессионалов». На базе МЦК было проведено два оригинальных чемпионата молодые профессионалы. Если в 2016 году в чемпионате принимали участие 19 студентов по 6 компетенциям, то по итогам уже текущего года 34 студента приняли участие по 9 компетенциям из 32 компетенций чемпионата. В текущем году на базе тренировочного полигона прошли отборочные соревнования на право участия в финале 5-го национального чемпионата молодые профессионалы по компетенции меликроника и лабораторный химический анализ. Перед центрами компетенции стоит задача достичь нового качества подготовки студентов, отмечает федеральный министр. Уже до конца 2020 года по инновационным стандартам ТОП-50 необходимо обучить более 50 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Сегодня еженедельное совещание у главы Чувашии началось с поздравлений профессора Рашида Тихилова. Его наградили почетной грамотой Чувашской республики за вклад в здравоохранение региона. Профессор регулярно проводит мастер-классы для врачей Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Руководит сложнейшими операциями среди ведущих врачей травматологов-ортопедов республики немало учеников профессора Тихилова. Сам Рашид Муртузалиевич возглавляет НИИ травматологии и ортопедии в Редена в Санкт-Петербурге. Какие еще вопросы обсудили в Доме правительства, смотрите далее. Чувашия готова к внедрению ЕГИСО. Практически все работы к запуску единой государственной информационной системы социального обеспечения в Чувашии завершены. Это масштабный проект, охватывающий всю Россию. На портале информационной системы можно будет узнать все, что касается социальной поддержки населения. Сведения о выплатах, пенсиях, пособиях, на которые имеет право человек, и куда можно обратиться за помощью в той или иной ситуации. Персональные данные будут храниться в личном кабинете. С нового года ЕГИСО должна заработать в полную силу. Структура системы состоит из трех блоков. Это федеральный сегмент, региональный сегмент, технологический сегмент. В результате информационной системы утверждено постановление правительства Российской Федерации и соответствующим федеральным законом. Цель которой определение прав граждан на меры социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации, восстановленные законодательством. А также обеспечение граждан соответствующей информацией, что позволит, прежде всего, повысить качество предоставления услуг населения, а также обеспечить возможность проведения финансового планирования и контроля за расходованием финансовых средств во всех сферах. Завтра, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации пройдет Общероссийский день приема граждан. С 12 до 20 часов вечера обратиться за консультацией в органы власти всех уровней может каждый желающий. Причем прийти лично или обратиться по видеосвязи, написать электронное письмо. Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Чувашской Республики. Подтверждение рейтингов отражает мнение о хороших бюджетных показателях Республики и умеренном прямом риске. Среди субъектов ПФО Чувашия опережает уровни кредитных рейтингов Нижегородской, Оренбургской, Кировской областей, Удмуртской Республики и Республики Мариэл. В декабрь время подводить итоги. В столичной администрации на еженедельном совещании обсудили исполнение бюджета города Чебоксары за 11 месяцев этого года. В городскую казну поступило 8,5 миллиардов рублей. Если за последний месяц этого года она пополнится еще на 1,7 миллиарда, то бюджет будет исполнен. Необходимые средства ожидаются в виде подоходных и других налогов. Бюджетные деньги направят на текущее финансирование. Основная доля расходов в сфере образования, на нее приходится почти 50% средств. На совещании обсудили и ситуацию с троллейбусным управлением. Напомним, предприятие реализует ряд антикризисных мер. Еще одна предлагаемая – увеличение стоимости проезда на 1 рубль, а проездных билетов на 50 рублей. Тариф в городе Чебоксары – один из самых дешевых ПФО, наверное, один из самых дешевых Российской Федерации. Поэтому своевременные меры нужно принять. Тогда жду в ближайшее время предложений обоснованных расчетов. Трагический случай в Чебоксарах. В бассейне одной из столичных саун погиб 8-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело. Подробности нам сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики. В ходе первоначальных следственных действий тщательно осмотрено место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления причины смерти погибшего. Допрошены лица, находившиеся в сауне. По результатам медицинского освидетельствования, состояние опьянения у матери мальчика и ее подруг не установлено. По имеющимся данным, малолетний навыками плавания не обладал. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Юридический диктант в минувшие выходные писали по всей стране. В Чебоксарах проверить свои знания можно было на нескольких площадках. Одна из них – Чувашский государственный университет имени Ульянова. Прошло тестирование и наш корреспондент Ольга Пырочкина. Диктант тотальный, географический, этнографический. И вот теперь россияне пишут диктант юридический. Хотя на самом деле это скорее тестирование. И в отличие от предыдущих диктантов, юридический диктант проходит за компьютерами. В тесте 30 вопросов. Справиться с ними нужно за час. Спустя 5 минут после начала подходим к участникам. К этому времени большинство ответили уже наполовину. Пока не сложно. Какие тут вопросы для примера нам назовите? Сколько лет избирается президент Российской Федерации? Актуально. Кто является источником власти в Российской Федерации? Сколько субъектов состоит в нашей Российской Федерации? Сколько? 85. Участники собрались подготовленные. Это в основном студенты юридического факультета и работающие в этой области специалисты. Однако организаторы отмечают, суть акции не в том, чтобы проэкзаменовать лиц с соответствующим образованием. Быть юристом по профессии это одно. Но в жизни, даже если вы не юрист, все равно нужно знать эти нормы права. По крайней мере, нужно располагать и понимать, куда нужно обратиться для того, чтобы получить квалифицированную помощь и своими правами и обязанностями должным образом распоряжаться. Из тех, кто никак не связан с юриспруденцией, оказывается только наша съемочная группа. Решаем пройти тест. Сначала нужно ввести данные о себе. С этим заданием я точно справлюсь. Первый вопрос. Выберите верное утверждение в отношении наименования российского государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Выбираю пункт. Наименования Российская Федерация и Россия являются равнозначными. Это правильный ответ. На большинство вопросов действительно можно ответить без подготовки. Каждый знает, что вправе требовать покупатель, если ему продали некачественный товар. Впрочем, есть и такие вопросы, на которые приходится отвечать наугад. К примеру, начиная с какой суммы граждане должны оформлять сделки между собой в письменном виде? 3, 5, 10 или 20 тысяч рублей. Еще одна отличительная черта данного диктанта – результаты участники узнают сразу. У меня итог – 75 баллов из 100 возможных. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Новый взгляд на историю государства предлагает проект «Россия. Моя история». Выставочные площадки работают в 16 городах страны, в том числе и в Казани. С экскурсией там побывали и школьники из Чувашии. Что их удивило, расскажет Татьяна Леонтьева. От Рюриковичей до наших дней. 42 тематических залы на 5,5 тысячах квадратных метров. Таков масштаб выставки «Россия. Моя история». Вместо традиционных экспонатов здесь сенсорные столы, 3D-графика, сотни проекторов и интерактивные стойки. Если в обычных музеях экспонаты трогать руками запрещается, то здесь все ровно наоборот. Так что скучать здесь точно не приходится. Каждый зал отражает конкретный исторический период. Например, в этом рассказывается о Петровской эпохе. Вот мы сейчас можем с вами, допустим, посмотреть, какое сражение. Кто-нибудь выберите. Гангутское? Хорошо. Сражение при мысе Гангут. Российский флот нам с вами в данном случае показывают. Попробуйте сами кто-нибудь поворачивать, посмотреть. Сейчас реконструкцию боя с вами включим. В мультимедийном парке с современными гаджетами школьники чувствуют себя, как рыба в воде. Мне понравилась сама идея, концепция этой выставки. Очень необычно, что все экспонаты являются интерактивными. Ты можешь всегда подойти и в одно нажатие узнать побольше о том, что тебя интересует. Меня заинтересовали книги, которые там лежали, интерактивные. Когда их открываешь, там начинает все само вырисовываться. И так каждая страница. Это, наверное, очень трудно было делать. Но очень интересно и красиво. Тут мало того, что объясняется история заново с курса 6 класса, так она еще и идет в фронологическом порядке. Со всеми документами это можно представить, можно увидеть, как происходили все сражения. Можно увидеть, как выглядел, скажем, почерк 1600-х годов, как переписывались книги. Впрочем, выставка интересна не только школьникам. Андрей Геносов вместе с семьей специально приехал из Чувашии. Очень хорошая такая навигация. Очень нравится. То есть именно современные такие технологии позволяют более глубоко рассмотреть все эти вопросы. То, что упустил когда-то, может быть, в школе и так далее. А если вы устали бродить по парку, то всегда можно отдохнуть. Тоже с пользой. А вот это купольный зал. Это самая главная фишка этой выставки. Здесь все, как в кинотеатре. Кожаное кресло и огромный-огромный экран, на котором можно смотреть фильмы про историю развития нашей страны. И вот меня есть святославность, и остается Даганада. Ития. Проект «Россия. Моя история» реализован фондом гуманитарных проектов при поддержке администрации президента России. В будущем интерактивные парки появятся и в других городах страны. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Вместо пиджаков и галстуков – спортивная форма. В минувшие выходные в Цивильске состоялась 16-я физкультурно-спортивная спартакиада государственных и муниципальных служащих. Кто хорошо работает, тот и умеет соревноваться на разного рода соревнования. И спортивных, и других. Здоровья, благополучия, пускай победит сильнейшая. Спорт объединил 59 команд. В течение года они тренировали свое мастерство в 13 видах спорта. У работников администрации городов и районов, а также министерств и иных структур появляется возможность в неформальной обстановке пообщаться, продемонстрировать, что они классные специалисты не только за столом, но и на игровых площадках. Заключительные соревнования в трех видах спорта должны были расставить команды по местам и определить сильнейших. На водных дорожках 25-метрового бассейна смешанная эстафета. Здесь лидерство в своей категории отстояли сотрудники администрации главы Чувашской республики. Важное мероприятие, считаю, у нас и глава Чувашской республики пропагандирует спортивный образ, здоровый образ жизни. Мы участвуем максимально на всех мероприятиях, которые проводятся в республике. Одновременно с эстафетой начались финальные волейбольные матчи. Среди команд федеральных органов исполнительной власти МЧС по Чувашии обыграло соперников из Пенсионного фонда России. Конечно, эти спартакиады, которые проводятся уже 15 раз, очень скрепляют наши коллективы. Мы здесь узнаем что-то новое, встречаем своих уже наших соперников и стараемся быть еще лучше. Спартакиады государственных и муниципальных служащих – уже сложившаяся спортивная традиция, которая объединяет коллег, тренирует силу воли и дает стимул добиваться побед уже на своих рабочих местах. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах состоялся второй региональный арендный форум. Организаторами мероприятия выступили арендно-сервисная компания и компания «Четра». На форум съехались представители более 50 организаций из разных регионов России. Главная тема обсуждений – выгодные преимущества взятия в аренду техники и оборудования по сравнению с их покупкой, особенно учитывая нынешний экономический кризис. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. До завтра. Разровнять площадку, раздробить препятствия, подготовить фундамент, возвести дом – все это за несколько минут должны были сделать директора, президенты и официальные представители различных предприятий. Думаете, сложно? Вовсе нет, если в этой работе помогает техника, предоставляемая компанией АСК. Вот так наглядно арендно-сервисная компания представила участникам форума мощь своего парка. Общая стоимость арендного парка, собственного парка арендно-сервисной компании превышает 1 миллион долларов. Кроме того, мы очень много техники привлекаем, техники наших партнеров, для того, чтобы можно было предлагать те самые комплексные решения для потребителя, которые являются наиболее востребованными. Действительно, большой парк техники, оборудование и так называемая аренда под ключ делают компанию АСК привлекательной для сотрудничества. ПФО – это реальный лидер, причем лидер, что очень хорошо, легальный и правильный. То есть бизнес-процессы, документы оборот, по совокупности все делают правильно. На форуме, организованном компанией АСК, совместно с компанией Четру, собралось более 50 крупных организаций, многие из которых уже на собственном примере убедились, что аренда дорогостоящей техники зачастую гораздо выгоднее ее покупки. У них абсолютно уникальная позиция на рынке, поскольку они опираются на российского производителя. И в целом я считаю, что если они будут двигаться так же, как двигаются сейчас, то это перед нами один из будущих лидеров рынка России. Учитывая то, сколько людей сегодня пришло с профильного рынка, представителей строительных компаний, средних, крупных, я думаю, что потенциал огромный. Уже в течение последнего часа два предложения есть о том, чтобы поработать. Увидев расчеты аналитиков, технические возможности компании, ее подход к бизнесу, стать клиентами арендно-сервисной компании, решили и многие новые гости форума. И выгода отдают.